Мошенники, которые используют мобильные телефоны и гаджеты для своих преступлений, становятся все изощреннее. И хотя до сих пор находятся те, кто верит незнакомцам, которые звонят и представляются родственниками, попавшими в беду, или покупателям сайта с бесплатных объявлений, которые просят сообщить пароль от Сберкарты, или СМС-рассылкам якобы от Сбербанка. Но, видимо, прибыли от этих видов мошенничества преступники стали получать меньше, а потому перешли на более сложные. Постранение получило вредоносные программы, которые также могут отправляться по социальным сетям, в СМС-сообщениях. Говорят, приходит СМС-сообщение лицу с текстом «Привет, узнал у нас на фото» и ссылка. Человек в силу своей любопытности проходит по ссылке и ловит вирус на свой телефон. Происходит заражение телефона и в дальнейшем происходит также списание денежных средств с карты. Не такие продвинутые мошенники действуют, как хорошие психологи. Играют на доверии граждан во время телефонного разговора. Мошенники представляются работниками государственных органов, причем начальников, либо работниками прокуратуры, либо работниками начальников ОВД, либо начальниками ГАИ. И поясняют, что у них важная встреча, необходимо привезти, говоря, в подарок. Либо звонят в такси, объясняют, что необходимо привезти минералки, и в дальнейшем поясняют, что необходимо также положить денежные средства на телефон, звонят в такси, таксист переводят, ему говорят, 2-3 тысячи. И когда уже приезжает к той или иной организации государственной, соответственно, там его никто не ждет, никому минералка не нужна, и мошенники находятся не на территории Балакова. Также нередки случаи с использованием фирм-однодневок, когда организация регистрируется, заводит сайт и даже для вида работает. Как у нас работают фирмы-менеджеры, то есть также ищут через интернет, связываются с мошенниками, мошенники поясняют, что необходимо перевести денежные средства на тот или иной расчетный счет. То есть как бы все это опять же проверяется через EGRUIL, все это через налоговую проверяется, что да, действительно есть такая фирма, но опять же неизвестно, что она однодневка. И переводится миллионы и больше, то есть денежные средства, такие крупные суммы денег переводятся. И в дальнейшем, соответственно, были случаи, когда также скидывают трек, как идут вагоны, но вагоны в последующем разъезжались в разные стороны, и, соответственно, никакого товара, какой продукции не было поставлено организациям. При этом, по словам оперуполномоченного, раскрываемость подобных преступлений довольно высокая. Как пример, недавно вынесенный приговор организованной преступной группе, которая занималась телефонным мошенничеством и в результате обманула пятерых пенсионеров. Организатор группы, уроженец города Пензы, проживающий в Балакове, получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мошенников, грубо говоря, на территории города Балаково как таковых у нас нету. То есть, свое распространение получили другие области, в том числе Самарская область, Пурганская область. Приходится выезжать нам в командировки на территории других гора и органов для раскрытия и предупреждения данной категории преступлений. Продолжение следует...